Работа над устройством начинается в конструкторском отделе. На мониторе можно уточнить параметры каждого узла. Создание проекта – это первый этап длинной производственной цепочки. Дальше электронная модель превращается в реальное изделие. Рабочий, прислонившийся к стене, пока делом занят умный лазер, как символ победы механического труда над ручным. Впрочем, поработать вручную тоже приходится. Например, чтобы отшлифовать детали, сваркой соединить между собой разные узлы, нанести сверху краску. Важнейшая часть – электронная начинка. Именно она делает приборы и эффективными, и простыми в управлении. Вот так выглядит готовая продукция. Штукатурная станция довольно тяжелая физически, зато работать на ней легко. Вот сюда подается вода, сюда засыпается сухая смесь, и дальше все происходит автоматически. Нажимаешь на кнопку, и она смешивает, подает раствор. Штукатур, вооруженный такой штукой, справится с работой быстрее, чем три обычных штукатуры. Полный цикл производства позволяет выпускать приборы разных модификаций, подстроиться под каждого конкретного заказчика. А их уже немало. Ставропольские штукатурные станции знают в СКФО и других субъектах России. А вот-вот они должны отправиться за границу. Каждая пятая станция, выпущенная в нашей стране, она была выпущена непосредственно у нас на производстве. Чем мы очень гордимся. У нас есть аналоги, но только за рубежом. Сейчас мы ведем переговоры по поводу экспорта непосредственно за границу данных штукатурных станций. Я думаю, у нас все получится. Производство организовали на базе Ставропольского индустриального парка. Его инфраструктура позволяет наладить выпуск чуть ли не любой продукции практически с нуля. Удобные площадки полностью готовы к приему новых резидентов. Заходи и работай. Все застредоточено в одном месте. Соответственно, это очень хорошо сказывается и на выручке. То есть не приходится оплачивать аутсорс какой-то другим организациям. Все на месте мы готовим, делаем, гравируем, то есть гнем. Деньги, скажем так, аккумулируются в одних руках. Сам индустриальный парк тоже постоянно развивается. В этом году, благодаря нацпроекту малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы, Краевой Минпром смог возместить часть затрат на реконструкцию парка. Реальный успех реального производства. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.